Добрый вечер, в эфире «Одессы мечты». Ольга Гвоздецкая, Олег Михайлик сегодня для вас проведут очередной проект. Сегодня будем говорить об одесских пляжах. Отдых или мытарство? Поговорить об этом к нам пришли Карина Ясенецкая, юрист-правозащитник, романтийник, депутат Одесского городского совета, Станислав Маденц, общественный деятель. И ждем еще одного гостя, он присоединится к нам чуть позже. Вам сегодня мы ставим следующий вопрос. Одесские пляжи доступны и безопасны? Первый вариант ответа – да, с пляжами все в порядке. Второй – нет, выкачка денег. Работаем в прямом эфире. Вы можете звонить нам, телефон и будете видеть на своих экранах. Каждый год перед началом туристического сезона мы поднимаем тему одесских пляжей в ожидании множества туристов. Потом мы об этом говорим в процессе и даже после того, подводя какие-то итоги. И так случилось, что как минимум второй раз мы проводим программу в процессе туристического сезона и практически ничего не меняется. Почему происходит то, что мы сегодня наблюдаем на всех пляжах? Почему Одесса каждый раз перед наступлением и в процессе туристического сезона не готова к наплыву отдыхающих, огромного количества туристов и представляет из себя то, что мы с вами видим сами? Я хочу начать с трагической новости. Вчера на одном из детских пляжей, на 11-й станции Фонтан, вот она у 17-летний парень. К сожалению, сообщения об утопленниках поступают едва ли не каждый день. И в этом году Украина побила рекорд по количеству таких трагедий. Об этом сегодня рассказали в ГСЧС. Чуть позже мы включим пресс-секретаря нашего Одесского управления. Она расскажет о том, безопасны ли пляжи Одессы с точки зрения спасателей. А вот что хочу особо отметить, что депутаты и общественные деятели с начала курортного сезона проводили рейды по одесским пляжам. И в конце концов, сегодня практически середина лета. Вот к этому моменту ни избранникам городским, ни активистам не удалось ничего поменять. Станислав, начнем с вас. Вы вот просто вот буквально сегодня с рейда очередного... Буквально сегодня пять часов провел. И хочется сказать еще зрителям, и может поправите, что отдавая в аренду часть Одесского городского пляжа, арендаторы берут на себя обязательство обеспечить в том числе и наличие спасателей на этом пляже. Это так или нет? Конечно, абсолютно верно. В первую очередь, перед началом любого курортного сезона в мае проходит инспекция. В инспекцию в этом году возглавлял Михаил Ильич Кучук. Они проводят инспекцию, там, акты обстеживания дна, там, наличие спасательной станции, пышки для спасателей, и еще там целый ряд. То есть целый перечень требований, которые должны предъявить представители городской власти и доказать, что пляж готов к безопасному туристическому сезону. Огромный перечень. Это не просто какие-то требования, это проверки, это акты, которые фирмы должны заказывать у каких-то исполнителей, которые это все проводят, обстеживают. И на основании этих обстежин, этих актов, выдается так называемый паспорт пляжа. Без него ни один пляж не может запуститься. Ну, кстати, в начале курортного сезона ни один, по-моему, шесть пляжей имели только паспорта. Да, мы даже собирали по этому поводу эфир. Был целый эфир, где мы пытались выяснить, каким образом эти пляжи попадают в аренду, и кто регулирует, и каким образом арендаторы будут предоставлять эти услуги. Ну, из твоих фотографий видно только то, что они все заставлены лежаками. Давайте мы попросим режиссера показать фотографии двухнедельной давности, и вот буквально на днях сделаны Ибица, это пляж Ибица. Сейчас мы их увидим. Мы вернемся к этому рейду. Роман, ваши коллеги были не единожды на пляжах, и выявляли немало нарушений. Что-то изменилось, по вашему мнению? Ничего, к сожалению. То есть я был прав, сказав, что ничего, в принципе, не поменялось, и даже уже не первый год не меняется. Вот видим, сейчас кто ошибится. Да. Скажем так, я существенных изменений, таких, которые нуждаются Одесса и Одесские пляжи, не вижу вообще. То есть я лично вот там в будние дни по утрам бегаю с друзьями, и на некоторых пляжах вижу даже спасателей. На вышках, это рано утром, и в 7 утра они уже там есть. Я не знаю, когда они начинают работу, когда заканчивают. Но где-то они есть, где-то пляжи абсолютно пустые. То, что наши коллеги ходили, ну, при всем уважении к моим всем коллегам, к сожалению, эти походы, это может быть всего лишь инфоповод для того, чтобы поднять проблематику. Но в городском совете и вот в этой вот всей команде Труханова и коалиции, которая сложилась вокруг него, уже настолько все эти схемы отработаны, что они перестали даже реагировать на то, что мы с вами что-то обсуждаем. То есть их не интересуют. Они выиграли выборы, они 5 лет будут заниматься своими делами. И когда мы говорим, что нету 5 метров там или 10 метров... 5 метров. Ну, это минимум адекватно было, чтобы хотя бы было там 10 метров, чтобы можно было, во-первых, пройти, лечь и нормально побывать действительно в Одессе на море. Потому что, получается, ты вроде как приезжаешь в Одессу, а побывать можешь только на маленьких пляжах, где еще не захватили. Но это если ты экономишь, ты можешь взять шезлонг, который сейчас стоит... 300 гривен. Один шезлонг 300 гривен? 300 гривен. Это максимальная цена в Одессе? Нет, это стандартная цена на сегодняшний день. На популярных пляжах стандартная цена. Но я вот тот человек, который лежит на песке. Я не знаю даже, сколько стоит шезлонг. Дело в том, что я, например, вообще не хожу в Одессе на море, потому что опасно. Я, честно, анализировал там вопросы, которые касаются экологии нашего моря. Это... То есть я понимаю людей с разных уголков страны, которые хотят увидеть это море. Ну, просто они, может, ничего другого не в состоянии себе позволить. Ну, вы знаете, это тоже относительно такое сравнение, потому что иногда в Турцию или в Египет дешевле сесть, чем приехать в Одессу. И я хотел как раз привести в сравнение. У меня была возможность побывать в одном маленьком городке Турции. И там такая длинная набережная, километров, наверное, 10, где нету ни одного частного такого пляжа. Там все абсолютно сделано для людей. Когда я поинтересовался... Как? Как? Это вам же возможно. Оказывается, что управление всей этой набережной находится исключительно в муниципалитете. И они принципиально, это политическая воля там местного самоуправления, они не дают в аренду ни кусочка земли, потому что это достопримечательность этого города, это для жителей этого города. И ты, когда приезжаешь, я даже видео снял, может, как-то его выложу, это настолько приятно, когда ты видишь ни одного мафа, ни одного лежака, ничего. Люди, что я удивился, приехали в супермаркет, а на кассе, знаете, вот там, где самые ходовые товары, вместо там, я не знаю, шоколада каких-то... Вода, наверное? Нет. Продаются в таких вот тубусах раскладные стулья. По 10 евро они стоят. Их так много, я удивился. Почему? Но вечером, когда ты вышел на эту набережную, ты видишь, весь город, просто все эти 7 километров, сидит на этих раскладных стульчиках и смотрит на закат. А это меньше, чем 300 гривен. Да. Это, ну, и это надолго, и тебя никто гонять там не будет. Я хотел сказать, что у Одессы, к сожалению, нету приоритета на развитие туризма. Если бы он был, Акс, а мы очень востребованы. Но мало того, что внутренний рынок весь едет в Одессу, в Затоку, так еще и близлежащие там даже страны приезжают к нам побыть в Одессе, потому что Одесса, ну, красивый город. Вот здесь жизнь кипит, здесь много интересных культурных мероприятий и так далее. Почему бы и нет? Это нормально. То, если бы был интерес развивать туризм, тогда дошло бы дело и до пляжей. Но поскольку у нас все работает по принципу своим отдать, как они работают. Вы помните этот настил огромный, который в начале сезона показали? Ну и что, он есть, его никто не знает. И они рассказывают, да, там сейчас пойдут комиссии, документы. Мне кажется, 300 метров пройти, я прогуливался, искал тоже место. Если здесь спуститься и пройти за Санторини, там появился настил, он, по-моему, уже даже двухэтажный этот настил, занимающий большую часть пляжа, появился только недавно, потому что зимой я там купался на различных пляжах, на пляжах его не было. Давайте поинтересуемся у Карины. Мы так вскользь проговорили о том, 30%, 5 метров. Давайте напомним телезрителям законное место без шезлонга на песке. В какой одесситов и туристов? Спасибо большое за вопрос. Если это пляж, который под арендой, то обязаны выделить 30% песка. То есть 30% пляжа, находящегося в аренде, в аренде, свободно от шезлонгов и от навесов. Если это общественный пляж, которым занимается коммунальное предприятие, то 80%. А их всего ничего в Одессе? Всего несколько, до 10%. А по поводу настилов, какова законность таких сооружений? Они не капитальные, ну казалось. Если не капитальные, то в принципе на набережной есть правила, которые еще в 2007 году были приняты, правила эксплуатации одесских пляжей. И там обозначено, что если это не капитальное сооружение, если это какая-то там торговая зона, которая соответствует нормам, прошла инспекция и так далее, она имеет право на существование. Но не капитальное, вы правильно понимаете. То есть это сезонное явление, оно должно в начале сезона там строиться, как конструктор и в конце... И разбираться. Вы на какой пляж ходите с вами? Не хожу. Вы вообще не ходите? По мне видно, что не хожу. Ну вы бываете, и вы там прогуливаетесь вечером, например? Я могу вечером пройтись, но... Вы как юрист отмечаете, что вот тут этого не должно было бы быть? Я не просто как юрист отмечаю, я отмечаю как человек, который хотел бы жить в благоустроенном городе, что вот тут не должно быть этого, а тут не должно быть того. Меня очень удивляет, что начинаются какие-то ремонтные работы во время сезона. Вот буквально вчера я была около Дельфинария, и там просто настил на земле весь перерыли, ничего не поставили, какие-то железные шпатели торчат. Ну что это такое? Ну это в рамках закона, кстати. Но если арендатор платит городу деньги, он имеет право в любое время делать то, что он хочет? Арендатор обязан придерживаться правил. В Одессе не существует пряжных правил, именно у Одессы утвержденных. Юридически существуют правила эксплуатации, но фактически они просто не используются. Там штыри были вот в этом месте, где вы говорите на стилы? Да, штыри для того, чтобы поставить... А вот это уже к Юре вопрос, да? По безопасности? Да. К нам присоединился Юрий Потапчук, инструктор учебного центра САР, врач-реаниматолог. Вы как Одессит, как оцениваете безопасность у детских пляжей? Сами ходите куда? Вы взошли чуть-чуть позже. Ольга сказала, что Украина уже побила все рекорды по количеству погибших на воде. И похоже, что в середине лета лучше ничего не станет. Каждый день практически поступают вот такие грустные сообщения. Ну, опять-таки, очень такой спорный вопрос, что значит лучше ничего не станет. То есть все зависит от статистики или все зависит от сознательности людей, которые приходят на пляж и купаются с детьми? Ну, вы знаете, это, конечно, комплексно, но если мы говорим о том, что на каждом пляже, тем более арендованном, должна находиться спасательная станция, мы должны говорить о том, что должна однозначно быть разъяснительная работа, не знаю, кричать в мегафон, не лезть, как было когда-то. Но сегодня мы имеем то, что имеем, что, к сожалению, утопленников становится все больше и больше. Открыл, отдыхал в воскресенье с семьей, ни разу не слышал криков в мегафон, не заплывайте за буйки, нельзя плавать на волнорез, который не видно, да, и вообще не ходить пьяными куда-нибудь. Никаких буйков, ничего, да. Система, наверное, просто не работает уже. Да, сломалась, как они, наверное, будут отвечать. Но музыка играла, и микрофон работал. Но, тем не менее, это никому сейчас не интересно. Интересно сделать кассу, интересно продать как можно больше алкогольных напитков на той территории, где находятся люди. Потому что был очень забавный случай. Мы зашли, и я говорю, мне говорят, с алкоголем нельзя. Я говорю, а с безалкогольным можно? Потому что я водитель, ну, как я знаю. Ну вот, он так, ну да, говорит, у нас безалкогольного нет. И ушел куда-то в закат. Поэтому, то есть, ну, нам пришлось арендовать лежак, потому что мы с ребенком, с семьей, мы заплатили за это 300 гривен. А место было без лежаков? Вы могли, в принципе, лечить? Очень мало. Это где? Какой пляж? Это, начиная, мы спускаемся где-то на 11-й фонтана. Там большая стоянка бесплатная. И двигаться, если в сторону, ну, где кораблик, вот этот промежуток мы обычно смотрим. То есть это примерно 10-е-12-е фонтана? 11-е-13-е. Именно у пляжа на 10-11-е фонтана под постом Станислава писали юзеры о том, что вот там тоже буквально прям к морю шезлонги подходит, там лечь невозможно. И ребята как раз собирают, супруги Маденса, собирают информацию о том, где, на каких пляжах. Вот даже не то, что 30, даже 5% нет. У нас сейчас на связи Марина Мартыненко, спикер ГУГ, СЧС в Одесской области. Марина, здравствуйте. Доброго вечера. Спасибо, что вы смогли к нам присоединиться. Мы говорим, в принципе, в целом о пляжах, о том, насколько они доступны и насколько они безопасны. Вот это вопрос к вам. Сегодня центральное управление читалось о том, что Украина бьет рекорды по количеству топленников. Что у нас по Одесской области и, в частности, по городу? Какая статистика? Угрожающая ли? По Одесской области с начала года уже 27 топленников. Это та цифра, которая есть именно в нашей службе. Но, на жаль, эта цифра, она отличается от других служб. Я вам объясню, почему. Потому что не все топленники сами втопились. Дуже часто это может быть какая-то другая причина. У кого-то там зупинка сердца, а еще что-то как раз в воде. И после того, как уже проводится экспертиза, и уже есть причина того, что втописе в іншині. Тому через это статистика может трохи отрязняться. Проте наша цифра – это 27 топленников, из них три дитини. На жаль, я не чула все, про что вы разговаривали. У меня тут были причины. Но, я в конце чуть-чуть почула, я хочу захистить себя, на самом деле, за рятувальні пасти и за тих рятувальников, которые находятся на этих пастах. Наша служба перевіряла усі пляжи, саме ті, які є офіційними. Там це або комунальні, або приватні. Там, де перевірено дно, там, де є рятувальні пасти, є рятувальники. Ми, наша пресс-служба, ми виїжджали разом з інспекторами, дивилися також, вони показували нам, як вони перевіряють. І ці рятувальники, які є на пастах, я вам скажу, що це не люди якісь з вулиці, це насправді навчені люди, тому що ми їм дали таку водну, наче, як хтось тонет, що будете робити. То вони нам показали, як вони рятують, як вони вже на березі надають першу медичну допомогу, як вони роблять штучне дихання. Тобто, це насправді люди, які вміють це робити, і вони слідкують. Так, цих рятувальних пастів не стільки, скільки хотілося би, але там люди, які навчені, в них є оснащення для рятування людей. Тому, я ж кажу, за них я би захистилася. І та статистика людей, які гинуть, знову ж таки, ми завжди кажемо про те, що треба відпочивати лише на офіційних пляжах, на тих пляжах, які для цього облаштовані. Але, як показує статистика, люди тонуть не тільки на стихійних пляжах, а так само і на офіційних. Буквально декілька днів тому, коли потонули батько з сином, вони були саме на тому пляжі, який облаштований для відпочинку, там, де є рятувальний пост і там, де перевірено дно. Яка причина, ми зараз сказати не можемо, але ми, знову ж таки, ми не медики, але ми вже між собою також думали, що однією з причин є саме перепад температури між повітрям та між морем. І якщо забігти, наприклад, швидко, може стати погано навіть тій людині, яка вміє плавати досвідченим плавцям. Ну, і, звичайно, нехтування елементарними правилами. І статистика показує, що більше тонуть саме гості нашого міста та нашої області, тобто не мешканці, а саме гості, тому що вони приїжджають не так надовго, вони приїжджають там 3-5-7 днів, і вони намагаються відпочити на максимум на ті гроші, які вони заплатили. І вони нехтують елементарними правилами. Вони купаються там, де не можна, або в ту погоду, де не можна. Запливають за бойки. Іноді люди, не розраховуючи свої сили, можуть піти купатися самі, не саме тужки. Ну, і, звичайно, найпоширнішою причиною, чого люди гинуть на воді, це є купання на підпитку. Марина, пам'ятаєте, в одному із ефірів, десь менше місяця тому, коли стався СУВ в Одеській області, ви говорили, що будете проводити рейди по пляжах Одеси, і ми навіть так, ну, орієнтовно домовилися, що буде такий топ, так, найбільш безпечних і найменш безпечних пляжів. Чи є така статистика наразі, або ще не встигло? Рейди, у нас рейди проводяться постійно по всій Одеській області. Можливо, якщо ви сьогодні бачили, ми на нашій сторінці офіційні головного управління виставляли, сьогодні були проведені рейди в селищі міського типу Затока, і ви знаєте, ми вже це пишемо не просто інформацію, що проводяться рейди, ми вже не те, що людям даємо рекомендації. Від нас це вже просто якийсь крик душі, ми просто їх просимо, будь ласка, вже дбайте про себе, не поповнюйте цю статистику, дотримуйтесь самих елементарних правил. Так, рейди проводяться постійно, але я вам скажу, що вони все-таки більше проводяться на офіційних пляжах. Тому що навіть в тій самій Лебедівці, де ми з вами про це розмовляли, там де була табличка, що не дозволено там відпочивати, було вказано, де є пляж, де можна, але люди все одно йдуть туди. Я вам скажу, що рятувальники також оберігають своє життя, і вони самі не підуть на той пляж, де вони можуть якось собі зашкодити. Що скажете, безпечні пляжі у межах міста? Ці пляжі, які офіційні, вони безпечні. А скільки неофіційних пляж? І комунальні, і приватні. Знову ж таки, я ж кажу, там перевірено дно, де можна купатися. Все одно там є рятувальні пости. Можливо, їх не вистачає, можливо, їх не так багато, але вони є. Там є рятувальники, які знають, що робити. Але ж знову таки, ми не можемо класти відповідальність на рятувальників і на рятувальні пости. В першу чергу, відповідальність на самих відпочиваючих. Люди, чекаючи, якусь допомогу, чекаючи, їм хтось щось розкаже, але ж ми розповідаємо постійно. І вони знають самі. Але вони ж самі не ахтують елементарними правилами. Будь чула вас, Марина. Я дякую вам за включення. Марина Мартиніненко, спікер ГУГ, я ще з Одесської області. Станістан, давайте вернемся до рейду. Я хотів би прокомментируювати. Давайте прокомментирую. Репліку Маріни. Я вчера їздив по пляжам вечером, це було от Лонжерона до Аркаді. І вот я смотрю фотографії. На кожному офіціальному пляжі, як сказала Марина, є рятувальні пусты. Але я смотрю, є ли хтось на цих рятувальних пустах? І на чотирьох фотографіях я нікого не обнаружив чомусь. На чотирьох. На чотирьох пляжах? Ми не говорили о том, що те люди, які виконують роль спасателей, вони не подходящі, не научні. Ми, кстати, об цьому ні в коїм случае не говорили. Ми наоборудові. Ми наоборудові благодарні этим людям, тому що зачастую це там полуволонтёрське, а іноді і вообще волонтёрство. І ми действительно благодарні этим людям. Ми говоримо о том, що перед тим, як Одеський городський совет либо передаёт в аренду пляжи, либо заявляє о том, що цей коммунальний пляж готов к експлуатации, як ви сказали, є цей ряд требований, які повинні виконуватися. Але зачастую, либо сразу после ухода цієї комісії, либо в процесі експлуатации, ці требования либо забуваються, либо теряється, либо просто на це ніхто не хоче тратити гроші. І це становиться колосальнішою проблемою для всіх одеситів і туристів. Я хотів, Станислав, все-таки уточніть, вам вибиці показали хоть какие-то документы? Конечно, нет, показали. Ми прийшли, це була суббота чи воскресенье, ми прийшли туди, поснімали, пообщалися з усіми, нас поснімали, було приємно. Значить, ми договорились о відстрічі на понедельник. На понедельник, ну, провели там какую-то роботу, объяснили. Тої субботу документи вам не предоставили? Не, не предоставили, да. Они говорят, юристам нету, администрації нету, бумаги все находятся в сейфе. Я говорю, смотри, ну, это же, в принципі, публична інформація. У вас должен быть інформаційний стенд. Хоча б ксерокси дознать? Вот этому правилам эксплуатации пляжей от седьмого до кода должен быть інформаційний стенд. Там должна быть схема в расположении, детально там с постами, с фокуальными постами. Но у ЕБЦі є схема расположения? А? У ЕБЦі є схема расположения? Нет, эта схема, я не знаю, ей лет 20, наверное, этой схеме. Во-первых, там же территория далеко не та, которая є у ЕБЦЦі на самом деле. Это, да, это такое. Они показали нам документы, они даже выполнили какие-то наши требования, которые мы озвучили. Станислав, а вот когда вы туда зашли, там было вот 30 процентов? Жалко, что я в этой фотографии, которую я видел, но вот там было 30 процентов свободного. Она есть, мы сейчас ее увидим. Увидим, да? Там было 30 процентов свободного пляжа? Вот по внешнему виду, хоть сколько ее там было? Там ноль, там зерро. То есть ее не было вообще? Там вообще не было. Мы с вами там опять были, и там никакой свободной зоны не было. Мы вызвали полицию, полиция пробиралась через топчаны, вот так вот, знаете. Это было очень эпичное фото. Кстати, нам выйдет сюжет об этом сегодня вечером. Я думаю, вы увидите это. Вызвали полицию сегодня, составили. Опять же, в очередной раз написали заявление, дали пояснение, сказали, что примут все действия. Но вне камеры сказали, что ну это, вы же понимаете. Вы наивны. Это нормально. Роман, но есть возможность у депутатов как-то влиять на эту ситуацию? Конечно, есть. Вот у нас была ситуация по парковкам, когда в себе частники решили, что даже 15 минут для выезда, заезда нельзя, потому что в договоре нет такой нормы, поэтому мы сразу уберем деньги. То же самое и здесь. Городской совет субъект, и он подписывает договора на аренду, и там же он может прописать любые условия эксплуатации этого пляжа. Городсовет имеет... То есть это даже не надо за это голосовать. То есть есть профильное управление, которое вносит изменения в договор и четко прописывает. Дело в том, что я вам скажу так. Документы у них у всех, скорее всего, идеальные. У них, то есть Геннадий Лениневич возьмет бумагу и скажет, Ибица по документам вот здесь. То, что они захватили больше, это к правоохранителям. Мы здесь не имеем никакого отношения. По документам мы одесситов не обидели. Правоохранители приезжают, разводят руками, потому что они все в связке. Это большая цепь, которая, то есть предприниматель... Почему? Вот давайте будем говорить откровенно. Эти все лежаки полупустые. То есть их просто заставляют. Для чего? Для того, чтобы туда нельзя было пройти простому человеку с пастилочкой и полежать. Для того, чтобы клиенту, который заплатил 500, 1000 или больше денег за лежак или там какой-то диван и так далее, чтобы он не наблюдал вот это все, что... Нищитое, нищебродство. Ну, это правда, понимаете? Вот так это работает. Чтобы ему не было обидно, что кто-то там улегся, не платил за лежак. Даже дело не в обидно. Вот именно, чтобы не тревожить, понимаете, покой этого клиента. Поэтому и в этом вся проблема. Вы все равно не заполняете 100% эти лежаки. Да иногда даже 20% не заполнено, оказывается. Да, нет вот этой вот культуры. И получается, по документам у них все хорошо, по факту у них все плохо, и никто с этим не борется. Это в чистом виде коррупция, о которой все говорят, но никто с ней не борется. А ребята что-то добьются, как вы думаете? Мне сложно сказать. Я думаю, не при этом мэри. Потому что он в связке. Он как бы... Если бы он хотел, поверьте, все очень быстро бы по-другому построилось. У нас же есть муниципальная варта. Вы помните, как они вот недавно на последнем аппаратном совещании Труханов сказал, на привоз на улицу Екатерининскую, там, где раньше цветы продавали, сейчас продают, поставить муниципальную варту, чтобы никакой стихийной торговли. Точно так же берешь муниципальную варту, ставишь на пляжах и не допускаешь возможности, чтобы... Роман, я помню, как одному из бывших депутатов городского совета снимали на стил... Забор, да? На стил. Это называется политические разборки. Когда ты в команде... То есть нашли людей, которые пришли и исполнили то, что... Правильно. Лег, там была личная месть. По щелчку. То бишь, для того, чтобы навести порядок, есть и деньги, и люди, и, в принципе, ресурсы... Инструменты. Инструменты. Есть все для того, чтобы соблюсти вот эту вот линию 30% для людей, остальное для частника. И поверьте, вот эти частники, они так трясутся, как будто эти 30% у них разрушат их бизнес. На самом деле нет. Вот наоборот, надо как-то прогрессивней думать, потому что ты все равно свое возьмешь. А эти 30% только... Мы бы уже сейчас говорили, что да, вот этот порядочный, он поступает по-человечески, он дал. Но по факту, к сожалению, у нас пытается... Вот нас пытается захватить. А потом построить сначала временное сооружение, потом это временно превращается в капитальное. Потом капитальное отводится земля, потом она приватизируется, и это становится частным. Вот все. Я хотела, знаете, еще о чем поговорить? О мафах и о торговых точках. Но они могут располагаться на песке, а могут располагаться и не на песке. Вроде бы не мешают на склонах те, которые, да? Но их такое засильное масло. Я бы хотел бы два вопроса по поводу вот этих мафов, наверное, к Юрию. Ну, наверное, сначала к нашему юристу. Куда все это с этих мафов, ресторанов, будок, все это сливается? Потому что, ну, ни для кого не секрет, что для того, чтобы помыть руки, необходима проточная вода и канализация. А вот, Юрий, я бы хотел спросить, вот это вот какое-то огромное количество алкоголя, который продается, это как-то влияет на то количество утопленников, которые мы можем получить и которые у нас есть? Вот, наверное, вот таких два вопроса. Давайте с Кариной начнем. Если ваш вопрос касательно, куда это все сливается, юрист об этом не знает. Закон говорит о том, что все должно быть предусмотрено. Я только согласно закона вас спрашиваю. Согласно закона, прежде чем установить этот маф, владелец этого мафа должен был пройти миллион инспекций, миллион норм каких-то привести в порядок, установить контейнеры, установить биотуалеты, те же, хотя бы для сотрудников. Каждый вечер сотрудники этого мафа обязаны полностью, опять-таки, согласно правилам этих же, которые ежегодно продляют, обязан убирать все, что происходит вокруг мафы, мусор какой-то, еще что-то, арендатор обязан все вычистить. А есть какая-то критическая точка, вот количество мафов, не знаю, на один пляж арендованный, на количество определенных квадратных метров, ну их просто невероятное количество? Вообще, в идеале, это следовало бы, возможно, в законе по благоустройству города предвидеть, на законодательном уровне как-то закрепить, на сегодняшний день нет? Нет. У нас даже нету правил благоустройства, то есть сейчас они разрабатываются, это регуляторный акт, и дай бог, чтобы через год, а может два, он появился. А потом выполнялся, что еще тоже большой вопрос. Это уже, то есть это уже, никто об этом не говорит. У нас, когда поднимался вопрос, я поднимал по поводу количества мафов, господин Труханов мне в ответ говорил о том, что вы давите на малый и средний бизнес, они должны зарабатывать, сезон и тому подобное. Да мы не против. Ну давайте установим, то есть вы же не видели на Приморском бульваре, например, билбордов? Их там нету, то есть у вас как-то работает в голове. Роман, послушайте, не подсказывайте вещи, не подсказывайте. Ну то есть давайте, давайте как-то очертим, что у нас там один туалет, один маф, один ресторан, кусочек пляжа, а остальное для одесситов. То есть давайте какие-то правила. А туалеты это отдельная тема? А это вообще отдельная тема. У нас на трассе здоровья, на пляжах есть такие туалеты, где, ну в принципе, возле них опасно ходить, потому что оно развалено и там можно повредиться. Еще амбре замечательное стоит. Это отдельная история, эти туалеты стоят на балансе города и, грубо говоря, скажем так. Ждут, когда их тоже приватизируют и там что-то построят. Правильно, ждут, когда их продадут, а вместо них потом появится что-то другое. Последний, вот вы будете отвечать, я вот по примеру, например, Затоки, да, говорю. Даже если с пляжей убрать вот эту стихийную торговлю, которая разносит пиво, еду, пожалуйста. Пиво, алкоголь, коктейли уже дошли до того, что они на себе носят барную стойку, понимаете? Оно, мне кажется, оно уже снизит. Потому что наш человек, который приехал на отдых, он достаточно ленив. В Затоке пляжи большие. Его заломает идти оттуда в бар или в магазин, потом возвращаться обратно. То есть это целое путешествие. И он с большой долей вероятностью больше людей не пойдет и не выпьет. И, соответственно, на такой жаре оно там не сыграет ключевую роль, и он будет жив. В Одессе то же самое. И у нас просто пляжи меньше и торговые точки ближе. Я бы, честно сказать, я бы запретил продавать алкоголь. Вот. Я только хотела задать вопрос этот Юрию. У нас не так много времени осталось, поэтому от вас хочется услышать какие-то рекомендации все-таки людям, отдыхающим. Хорошо, у меня тогда только один вопрос. Юридически они имеют права продавать алкоголь? Они получают на это разрешение? Они обязаны получить разрешение? Не на пиво. Ну, на слабоалкогольный напитки не надо разрешение. Лицензию. Лицензию они получают. Значит, им разрешили. Да. Другой вопрос. Если одним разрешили, вторые стоят без дела, они тоже возьмут то же самое, что разрешили тем. Правильно? Вопрос не в этом. Продавайте. Продавайте. Но сделайте вход на пляж, поставьте туда людей, которые будут проверять. Если человек пяный, вы его не пускаете. Таким образом вы обезопасиваете, ну, скажем так, человека самому. Да, ему он будет буянить, еще что-то. Ну, для этого есть полиция, для этого у нас. Я сегодня встретил ребят на велосипеде. То есть, было бы неплохо, чтобы, ну, понимаете, для частного пляжа это их бизнес, они на этом зарабатывают. И, конечно, они будут пускать и продавать. Но, например, муниципальные пляжи, там, где ответственность несет город, поставьте муниципальную варту на вход в пляж и четко контролируйте. Пьяный человек, до свидания, домой, выспишься, придешь и купаться. Ну, здесь, к сожалению, такая ситуация, что даже если спасатель увидел пьяного человека, что он может сделать? Вызвать полицию? То есть, нет никаких инструментов? Давайте начнем с того, к чему меня, так скажем, привлеклись сегодня в эту тему, да, по поводу того, что качество оказания помощи, скорость оказания помощи и как это влияет на то, человек тонет либо нет. У нас большое количество пляжей, которым очень затруднен подъезд скорой помощи. И он непонятен. И непонятно, куда ехать. С этого надо начинать. То есть, для того, чтобы помощь была качественной, кроме того, чтобы его оттуда достать спасателями, это специально тренированные люди, зачастую успевают те, кто рядом, при таком большом количестве людей, которые купаются, кто-то там увидел, кричит, Вася, давай его вытянем, и мы как мешок с картошкой тянут наружу. Ну, то бог с ним, потому что там травма шеи, потом есть осложнение, ну, ладно. Вытянули наружу. Но, потом начинаются вопросы, воду выливать, не выливать, вверх ногами поднимать, не поднимать, что с ним дальше делать? А этого никто не знает. Пока спасатели добегут, пока что-то сделают, уже, ну, то есть, накрутили, навертели так, что потом только разгребая последствия. Соответственно, для того, чтобы быстрее оказывалась помощь, первое, первое, что необходимо, это чтобы были как можно больше, как можно чаще поставлены эти пункты, на которых сидят спасатели, и они наблюдают секторально за тем, что происходит. Второе, это, конечно, подъезд скорой помощи. Это о специализированной помощи, если мы говорим. Если о сознательности людей, конечно, алкоголь влияет очень сильно на утопление, он может повлиять на тот же, на ту же потерю сознания, да, на какие-то дезориентационные моменты, когда человек вдохнул воду, и, казалось бы, он мог бы направить до момента потери самоконтроля, направить все свои действия, чтобы приблизиться максимально к берегу, а он в этот момент наоборот паникует, остается на месте, на глубине, и, к сожалению, заканчивается все потерей сознания и тем, что он входит в состояние клинической смерти. Печальная нота, если честно, для окончания эфира. Давайте посмотрим на результаты голосования. Одесские пляжи доступны и безопасны. Да, с пляжами все в порядке. 18. 19 процентов зрителей считают именно так, а вот большинство констатируют, нет, на пляжах, 81 процент считают, что на пляжах просто сплошная выкачка денег. И это правда так, одесские пляжи именно такие. Вот у меня остается лишь один вопрос, я обещаю взять это на контроль. В сентябре, специально займусь этим моментом, сколько договоров аренды пляжей в Одессе будет расторгнуто муниципалитетом. И отчитаемся. И мы обязательно будем поднимать еще раз эту тему, и еще раз, когда все-таки что-то не поменяется к лучшему. Спасибо. Потому что это наш город, и мы хотим здесь жить сами и с удовольствием принимать всех наших туристов. Спасибо, что были с нами, спасибо нашим гостям. Далее эфир 7 продолжит новости. Не переключайтесь. Субтитры подогнал «Симон»